Приветствую друзья, я Виталий Портников. Новый глава израильского внешнеполитического ведомства Эли Коэн заявил, что уже завтра он побеседует с министром иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым. Общение между руководителями израильского и российского внешнеполитических ведомств не было с начала нападения России на Украину в феврале прошлого года. Более того, уже 1 мая министр иностранных дел России Сергей Лавров допустил грубый антисемитский выпад, когда в ходе одного из сообщений с журналистами Лаврову напомнили о том, что его обвинения в адрес президента Украины Владимира Зеленского в фашизме выглядят смехотворно, хотя бы уже из-за еврейского происхождения украинского президента. Лавров не растерялся и повторил старый тезис всех антисемитов о том, что Адольф Гитлер, мол, тоже имел еврейскую кровь, но тем не менее был антисемитом и нацистом. Более отвратительного антисемитского клише трудно было даже предложить в ответ на вполне резонный вопрос о смехотворности обвинений российской пропаганды в адрес украинского руководства. Разумеется, и это заявление заставило правительство Израиля выступить с требованием извинений, которые должен был бы принести министр иностранных дел России. Было, впрочем, объявлено, что извинения принесены и приносены они президентом России Владимиром Путиным, но сам Сергей Лавров никогда не возвращался к этому своему антисемитскому заявлению и никаких извинений еврейскому народу или Израилю не принес. А министр иностранных дел Израиля Яир Лапид продолжал игнорировать этого кремлевского Риббентропа. Теперь Сергеем Лавровым будет говорить новый глава израильского внешнеполитического ведомства в кабинете Бениамина Нетаньяху. И это может означать разворот израильской внешней политики в сторону большего взаимопонимания с Кремлем, с Владимиром Путиным. В сторону стремления игнорировать те факты политической реальности, которые сложились на мировой арене после февраля 2022 года. Эли Коин заявил, что что он точно будет делать, так это меньше говорить о войне России с Украиной, но и продолжать масштабную гуманитарную помощь Украине. Это означает, что новый глава израильского внешнеполитического ведомства уже в первый день своего вступления в должность утверждает, что не будет осуждать агрессивные действия Российской Федерации по отношению к Украине. Что даже то осторожное осуждение, которое звучало от последних двух премьер-министров Израиля Рафтали Беннета и Еира Лапида, может оказаться слишком смелым с точки зрения нового главы израильского внешнеполитического ведомства и, разумеется, самого Бениамина Нетаньяху. Для нового главы правительства Израиля это, конечно, будет грубой политической ошибкой. У Нетаньяху и российского президента Владимира Путина, как известно, были хорошие личные отношения. И Нетаньяху считал, что именно эти хорошие личные отношения с российским диктатором дают некий повод рассчитывать на безопасность Израиля в ситуации, когда Россия практически контролирует и соседнюю Сирию, и воздушное пространство над этой страной, и в этом контроле конкурирует с враждебным Израилю Иран. Не будем забывать о портрете Владимира Путина на штаб-квартире партии Ликут рядом с Бениамином Нетаньяху. Это ведь было накануне, конечно, не последних, но недавних внеочередных выборов в израильский КНЕС. Однако с тех пор ситуация изменилась кардинальным образом. Хочет это признавать Бениамин Нетаньяху или кто-либо из министра его правительства или нет. Россия стала агрессивной страной, руководство которой вполне сравнимо с гитлеровским рейхом. Сама идея хороших отношений еврейского государства и ремейка гитлеровского рейка это плевок по памяти всех жертв Холокоста. Это плевок по памяти всех тех, кто создавал государство Израиль в ответ на попытки уничтожения целого народа. Нацистами, наследником которым является Владимир Путин, наследником которых является российское государство, наследником которых являются те его граждане, кто поддерживают агрессивную политику своей власти по отношению к Украине и ее народу или стараются не замечать последствия этой политики так, как немцы в сороковые годы не хотели замечать того, что творит Адольф Гитлер. И разумеется, роль еврейского государства здесь должна быть совершенно другой. И опасность здесь подстерегает Израиль и его руководители буквально со всех сторон. Первая опасность это то, что любое заигрывание с Россией, это по сути согласие с тем фактом, что в Израиле готовы закрыть глаза на новый союз России и Ирана. А этот новый союз, если его не обезвредить вовремя, а обезвреживать надо не только Иран, но и саму Россию, приведет к появлению Ирана ядерного оружия, приведет к появлению Ирана нового современного вооружения, приведет к такого качества войне на Ближнем Востоке, с которой Израиль еще не сталкивался за все десятилетия своего существования. И тогда под вопросом будет несуществование украинского государства, а существование еврейского государства. Потому что территория самого Израиля с точки зрения такого конфликта несравнима с территорией Украины. Вторая, не менее серьезная опасность, это опасность престижа. Израиль на протяжении десятилетий говорил, что он является страной, самому существованию которой угрожает опасность, которую хотят уничтожить агрессивные соседи. И уже на основании этого многие факты израильской политики считались ответом на подобное агрессивное устремление. Само стремление помогать Израилю, которое стало стержневым направлением в американской внешней политике, считалось естественным ответом на желание уничтожить Израиль. И что же? Когда с подобным же эксценциальным вызовом столкнулось другое государство, когда против другого государства применяется примерно та же логика, которую применяли враги еврейского государства в первые десятилетия его существования, Израиль делает вид, что его это не касается только для того, чтобы сохранить якобы хорошее отношение с диктаторским российским режимом, который с большим удовольствием пожертвует безопасностью Израиля, если это поможет его военному обмену с Исламской республикой Иран. А в результате удар по репутации. Министру иностранных дел Израиля не следует разговаривать с министрами иностранных дел России. Это азбука. Потому что министр иностранных дел еврейского государства не может разговаривать с военными преступниками, с людьми, которые по сути поддерживают преступления собственной армии. Не знаю, почему это нужно объяснять любому человеку в израильской политике. Но объяснения будут необходимы, потому что подобная тактика и стратегия вредит отнюдь не только интересам Украины и отнюдь не только интересам цивилизованного мира, который противостоит российской грести. Интересам Израиля и еврейского народа подобная болтовня господина Коэна вредит еще больше. Спасибо, друзья. Оставайтесь на этом канале, подписывайтесь на него, подписывайтесь на мои социальные сети, на канал в Патреоне, который помогает нам развивать эти ресурсы. Пользуйтесь функцией спонсорства в самом YouTube. Мира вам.